Как я обещала, передача ТОП-АВТО возвращается. Все будет вдвойне интереснее и круче. Почему вдвойне? Потому что нас двое. Лена Патарак и Самир Алиев. В передаче ТОП-АВТО вы сможете увидеть все из автомира. От новинок до легендарных старушек, которых еще можно найти в Молдове. Также мы будем затрагивать самые болезненные темы для наших водителей, так как качество дорог, что и сколько стоит починить, где можно приобрести страховку, тюни и... Думаю, все понятно. Раскрывать секретов мы не будем, так что надо смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Начнем мы наш первый выпуск с обсуждения самой большой проблемы нашей дороги. То, что они, мягко говоря, желают лучшего, это уже не раз обсуждалось. Давайте все-таки разберемся, почему они такие плохие. Хочется выделить несколько аспектов. Один из них – это использование некачественных стройматериалов. Конкретно идет речь о битумной мастике, которая по стоимости дешевле, но не обладает нужными качествами. Зачастую заказчик в рамках полученных средств пытается перекрыть как можно большую площадь, забывая о качестве покрытия. Используемая битумная мастика дает скорые дефекты. То есть, получается, что не рекомендуется вообще использовать вот эту битумную мастику? Она должна использоваться нужного качества, но та мастика, которая требуется, она стоит больших денежных средств. Как правильно нужно все-таки дорогу делать? Обычно в этом проблем нет. То есть, укладываются, как обычно, два слоя асфальтобетона – крупнозернистый и мелкозернистый. Но, скорее, здесь проблема не в количестве слоев и не в толщине слоев, а именно в использованном материале. Какой срок эксплуатации? Сколько их не надо ремонтировать и вообще трогать? Ну, обычно это около 10 лет. В нашем случае есть еще некоторые факторы, которые влияют. Это несоблюдение технологии строительства. Люди Кишинева становятся частными свидетелями, когда асфальт укладывается в дождь, что неприемлемо. Второй фактор – это циркуляция транспорта сразу после укатки поверхностного слоя. То есть, асфальт для того, чтобы набрал прочность, ему нужно отстояться около 8 часов. Этого не происходит, и поэтому после прохода транспорта наблюдаются сразу же деформации, изменения, которые потом приводят к разрушению асфальта. Иногда не уделяется должное внимание основанию дороги. То есть, не проводятся детальные исследования объекта строительства. Из-за этого верхние лежащие слои могут опять же дать деформацию ввиду просадки основания. И существует ли какое-то решение для того, чтобы наконец-то у Кишинева были все-таки хорошие дороги? Ну, скорее всего, это правильная организация строительства, соблюдение технологий и закупка требуемых качественных строительных материалов. Можно сделать хорошую дорогу, но не тратить огромное количество денег на это? Да, скорее всего, здесь проблема именно в организации строительства. А давай теперь узнаем, как наши водители решают проблему вот этих ям. Отличная идея. Специально для этого я провела опрос у наших водителей. Еду, тихо. Просто езжу внимательнее. Мэр, мэр, яблик, снуфары машины. Как ты справляешься с ямами? Объезжаем. Я вижу, у тебя автомобиль с тюнингом. В принципе, значит, у тебя жесткая подвеска. Как сильно это сказывается на твой автомобиль, наше качество дорог? Больше сказывается на кормах. У вас джип. Вы думаете, вам легче на нем, чем тем, кто на легковых автомобилях? Не думаю. Машины все одинаковые. То есть и джип, и легковая тоже ломаются. Но джип дороже, обходится в обслуживании. Раз в 10 тысяч надо менять кое-что ходовое. Скажи, пожалуйста, ты как справляешься с ямами на наших дорогах? Ужасно. Я уже все помяла, что можно. Потому что у нас очень ужасные дороги. Как справляться с ямами? Как их объезжать? Что с ними вообще делать? Объезжайте ямы. Нашими ямами очень хорошо исправляемся. Каждый вечер ремонтируем машину, а второй день выезжаем на работу. Перепрыгивай. Ищите подлиннее, но получше дорогу. Вы предпочитаете выбирать более короткую дорогу, но с ямами, или более длинную, но хорошую? Более длинную, но хорошую. А как насчет расхода? Приходится выбирать или запчасти, или бензин. Благодаря тому, что вы на бусе, вам легче, чем тем, кто на маленьких машинках? Да. Почему? Машина высокая, видность далека, ямы. Что бы ты посоветовала девушкам на таких же маленьких машинках, как объезжать ямы? Как объезжать ямы? Ну, аккуратно объезжать, чтобы случайно ни в кого не въехать, потому что это тоже можно сделать случайно, объезжая ямку. Да, вот так вот наши горожане решают проблему плохих дорог. Но я считаю, что было бы неплохо, если проблему решили бы с более правильными средствами, или какой-то, может, новой технологией. Да, и чем быстрее, тем лучше. Ты знаешь, говорят, что дороги – это лицо города. Так вот, нашему городу давно требуется хороший косметолог. Да, не только женщинам нужны косметологи. Раз уж заговорили с тобой о плохих дорогах, ты знаешь, что при такой езде резко возрастает расход топлива? Да, это правильно. Так, давай покажем нашим зрителям, как гонщики-любители экономили топливо на прошедшем февральском эко-ралли. Давай, думаю, что будет интересно посмотреть. В феврале мы были свидетелями необычного ралли – эко-ралли. Суть данного заезда состояла в том, что надо было проехать из пункта А в пункт Б, при этом потратить как можно меньше топлива. Автомобили были разделены на две категории – бензин и дизельное топливо, которые, в свою очередь, были распределены на подкатегории в зависимости от кубатуры двигателя. Впервые для победы не время было главное, а расход. Какой объем двигателя у вас и какой расход получился? Объем двигателя 1,6 и расход получился 2,83. 3,5 дизель, а расход где-то 4,6 на 100 километров. Мотор 2,0, бензин, турбобензин, и я думал, ожидал 12 литров, но 9,5. Объем двигателя 2,0 – это дизельная машина с турбиной, по бортовому компьютеру 5,8, а по факт 4 литра 200 миллилитров. Двигатель двухлитровый, бензиновый, и у меня получился расход 3,05 литра на 100 километров. Как у вас получилось вот так вот сэкономить? Самое важное – это побыстрее переключиться на повышенную передачу и не резко не ускоряться и не тормозить. Нужно предусмотреть все заранее. Красный свет на светофоре, пробки. Просто ехал, но в нормальном режиме. Всегда слежу за автомобилем. Я использовал все возможные варианты, которые допускаются. То есть я глушил двигатель. Конечно, экономить топлива – это хорошо, но иногда это просто нереально из-за дорог. Ямы – все-таки серьезная помеха в нашем городе. Слушай, Самир, а ты по ямам-то сам как скачешь? Вот, ты знаешь, есть специальная техника проезда неровностей, ям и даже открытых люков. Да ладно? Ну, а показать слабо? Да легко. Ну что, поехали? Поехали. Лена, давай я тебе вкратце покажу технику прохождения ям. Пойму. Ты как опытный водитель должна сразу все понять. Ну, давай попробуем. Давай я сначала покажу, ты посмотри. Давай. Когда автомобиль не движется, сила тяжести прилагается в этой точке. Когда автомобиль начинает движение, силы распределяются таким образом. Загружается задняя ось и разгружается передняя. Когда автомобиль тормозит, происходит все наоборот. Загружается передняя ось и, соответственно, разгружается задняя. То же самое происходит при повороте авто. Таким образом, при соответствующем опыте, можно по желанию как бы приподнимать любую часть автомобиля, будь то перед, зад или стороны. В данном случае, чтобы проехать через люк, нам нужно разгрузить левую сторону автомобиля. Для этого нужно повернуть руль в сторону препятствия не менее чем на 90 градусов и вернуть обратно. Но это надо сделать очень быстро, чтобы автомобиль не поменял направление. Вот так вот. Запоминайте. А на сегодня все. И ямы обсудили, и расход топлива, и как с этим совсем справиться. Надеюсь, вам было интересно. Но пока по нашим дорогам надо ездить не на таких, а вот на таких машинах. Пока!